Батка сеяла фасоль, прыг-скоп, прыг-скоп, обновила. Я, ой, не кушает запястья, болит, держать телефон. Блин, все время корку делаю, что-то как-то травмировала запястья, она уже втором неделе болит. Короче, я иду на Вайлдберрис, меня это отпустили, Лешар сегодня задержался, я говорю, давай, я сбегаю быстренько на Вайлдберрис, потому что мне надо, а с детьми сегодня явно никуда не схожу. Так что я иду на возврат и покушать. Ну и причина, по которой идут дождевики, это дождик. Эх, это участь собак, и в снег, и в дождь, и в град. Идет хозяин на улицу какать. И не дает делать этого дома. Хотя бы все на это не хотелось бы. В общем, все, я сбегала на Вайлдберрис, все сдала, все получила. Заказала Оришка свитер. Ну, блин, слишком маленький оказался, пришлось на возврат. Перезаказывать буду там как-то вообще не, блин, Рекс, непонятно с размерами. Укатана в карточке товара. А я хочу именно этот свитер. Сегодня я разрешила себе быть плохой мамой. Сначала они смотрели полнометражный мультик. Теперь они едят пельмени. Хотя в доме еда нормально. А я все это время, что у меня тут один ноутбук. Здесь у меня, ребята... Ой, камера не в куску, она крутится. Поехали сюда, камера. Здесь у меня второй ноутбук стоит, где бухгалтер делает свои дела. Вот, и я еще вот так вот на телефоне. Я просто решила, я лучше спокойно сегодня все тут делаю. Можно, пожалуйста, я поговорю, а потом Алиса продолжит. Я же сказала, сейчас нельзя. Ты слышишь меня, Рекс? Минуточку, посиди. Вот так вот мы в этом доме тут и живем. Как интересно, камера у нее... Она вот туда снимает. Камера, привет, я здесь. Вот теперь я, пацан. Вот, короче, я решила, что я лучше все доделаю, спокойно. А потом уже буду этим всем заниматься, чем буду пытаться разрываться. И пока этот план работает. Мы уже 60% сделаем. Сейчас половина второго. Я довольна собой. Мы сегодня долго спали, кстати, я проснулась. А я в 6 утра проснулась. В 6, я не помню во сколько я проснулась. Мне кажется, в 7.30, что-то такое. Я успела... Я сначала поработала, потом я пошла спокойно душ. Приняла. А у меня, когда утром живот болело, хотела тебе сказать, но подумала, ты же спешно не будешь будешь. Нет, если у тебя что-то болит, конечно, ты можешь меня разбудить. Но у меня чуть-чуть просто болит. Ну, молодец, хорошо. Знаете, что бабу будить не надо. Но по всяким таким случаям надо. Если чего-то стоит, то надо. Арина, уровень стиля просто зашкаливает. Постой, постой, подожди. Вот смотрите, она себе даже постерную куртку надела. Из сушилки вынула. И потом, посмотрите, вот значит, один шлепанец у нее. И вот второй вот такой носочек вот с зайчиком. Потому что нету пары, он потерялся. И вот так она ходит. Все, что надо знать о девочках. А я что? Я тут хочу показать, что я взяла себе на Вайлдере. Во-первых, снова вот набор вот этих вот органайзеров. Шкаф. Буду сегодня отдушевать вещи раскладывать. Потом я взяла полотенчики. Запахну просто белые вафельные. Потому что я на кухне пользуюсь такими. И, ну, штук шесть, наверное, надо мне хотя бы. Потому что я практически каждый день их меняю. И у меня износился первый набор, который я, ну, заказывала, когда вот мы сюда переехали. Просто у меня дырки уже на полотенцах. Потому что я их регулярно отбеливаю. В петельке, ну, потому что они белые. Вот. И второй набор я докупала там, по-моему, четыре полотенца было. Короче, мне не хватает. Вот взяла. Так красиво упакованы. Вот просто вафельные полотенца. Но даже вот эта ленточка, она такая красивая. Мне прям нравится. И еще я взяла себе два органайзера для украшений. Потому что у меня их стало много. И они не влезают в те два, которые у меня есть. Я взяла не другого цвета, но размера такого же. Сейчас покажу. Очень удобно. У меня хранятся ящики рабочего стола. Это все. Правда, Арина берет постоянно. Я каждый раз переживаю за вот эти сережки. Потому что это эти с бриллиантами у меня вешалка брил. Но она их, слава богу, не берет. Потому что они маленькие. Ей неинтересно. А всякие большие внуки там берет. Так. Тоже красиво запаковано. И смотрите, получается. Получается. Как вас развязать-то? Ну, как обычно. Развязываешь, и ничего не отсоединяется. Ситрая упаковка. Вот у меня есть такого размера органайзер, который полностью из таких штук состоит. У меня там серьги и кольца. Это все у меня помещается. И еще у меня есть вот такой вот органайзер, в который я складываю браслеты и кулоны. Вот мне его уже не хватает. Поэтому я решила взять еще один такой. Очень удобно там. Положил бусы, цепочку. Все в отдельной секции. Ничего не путается. И компактно хранится. Потому что куда-то вешать. У меня нет такого места. Какие-то там, знаете, как раньше такие популярные были дерева. Или там какая-нибудь рука, на которую ты навешиваешь. Все неудобно. Потому что пыль на этом скапливается. Мне удобно, когда вот так по секции. Вот. Соответственно, взяла для... Ну, это вообще можно вынуть. Я подумала, что я это выну, скорее всего. Да, оно запросто вынимается. И у меня будет еще одна секция для моих этих... Всяких кулонов и цепочек. Потому что мне там по размеру ничего больше не подошло. Я взяла, поэтому вот такой вот могу. Так что уже сегодня разложу. Как я люблю все сортировать и раскладывать. Вы бы знали. Я Рину это люблю. Когда я упорядочиваю, упорядочиваю что-то. Но мне это приносит удовольствие. А это у меня такая корзинка, в которой нам передали какие-то фрукты. Я все не знаю, куда ее пристроить. Точнее, я хочу ее пристроить в детскую в шкаф. У меня все никак не доходят руки до того, чтобы там продолжить уборку в шкафу. Потому что, когда доходят руки до детства, мы сортируем в лего. Вот поэтому у меня тут уже неделю стоит вот эта корзинка. И еще вот такой контейнер, который тоже я планирую в детской поставить. На полку. Но пока еще не поставила. Все, это я разобрала свои покупки. Убрала то, что я для обзоров. Я взяла. Завтра буду снимать. Сегодня ночью не буду снимать. Сегодня у меня прическа. Я домохозяйка. Мне прям что-то захотелось. Прям настроение вот именно вот так вот было одеться. Такую футболку, штаны и тут по дому всякое разное делать. Не знаю, настроение сегодня хорошее. Возможно, от того, что я выспалась, и никто меня никуда не торопит. Но я бы еще разочек так поспала. Это было приятно. Наришка играет в свою кухню. Вот у нее вот так вот плита работает. Ты загораживаешь, чтобы я не снимала? А почему? А поставь кастрюльку туда. Ты готовь мне что-нибудь? Мне помыть. Субтитры сделал DimaTorzok Кто спрашивает, ребята, почему я вечером с вами не прощаюсь? Потому что обычно я вырубаюсь с Ариной. Вот и все. И забываю. Вот. А сейчас я не вырубилась с ней, потому что я ее укладывала. Сегодня рано. Она последние 2 или 3 дня не спит днем. Отказывается укладываться. При этом, когда я ее вечером укладываю, она засыпает просто мгновенно. Сегодня я ее в 7 стала направлять в сторону кровати. Опять началась. Моя сестерка, я не буду спать. Ну, в общем, я ее помыла, почистила ей зубы, взяла ее на ручки, потому что она бедная. Она плакала, потому что она просто моментально вырубилась. И все, она плакала, что ни за что, не хочет, не надо переодеваться, не надо мазаться эмолентом, не надо чистить зубы, я не хочу спать. И все, вот так вот. Поэтому, да, я ее давным-давно уложила. Артемий тут сидел, смотрел мультики, пока Арина спит. Потому что, ну, как я говорила, у моих детей есть лимиты на мультики, у Артемия тоже по-прежнему один час. И если он не смотрит в какие-то дни мультики, а такое бывает регулярно, или он смотрит мало, потому что, когда школа, кружки, он не успевает просто смотреть телек, то это все у него суммируется, и он потом смотрит. Весь свой лимит может посмотреть, если есть такая возможность. Ну, и на выходных иногда мы, естественно, разрешаем побольше, когда там в полной день можем все вместе смотреть какой-то этот полнометражный фильм, или вот как сегодня у меня дети просто сами сидели, смотрели. Вот, так что, естественно, не все так жестко, но все равно регламент есть, и я считаю это правильно, потому что дети играют, общаются, вместо того, чтобы залипать перед экраном, до сих пор Артемий не играет в телефон. Он человеку почти 8 лет, вот, и я пока даже не стала, я летом размышляла, стоит ли ему вот телефон давать, но в итоге не стала, ну вот именно для игр, потому что у них в школе нельзя телефоны на переменке использовать в начальной, в началке, вот, и он с детьми нашел много других общих тем. То есть про игры у них в классе вообще разговоров нету, и я считаю, что это очень хорошо, и я решила пока-то не поощрять. Если бы они там все обсуждали тот же самый пресловутый Майнкрафт, я бы ему установила. Вот, а поскольку у него там пока появились друзья, с которыми он очень классно контактирует, без обсуждения компьютерных игр, продолжаем без них пока. Да, попозже все будет обязательно. Вот, я сейчас тут сижу и работаю, думаю, что надо уже идти спать, но мне хочется еще кое-что смонтировать, пока тишина в доме, потому что уже и Артемий тоже спит. Вот, у него, кстати, упала температура, у него вчера было 39,4 вечером, я ему дала норофен один раз, сегодня утром было 38,2 и вечером 37,2. Вот, я не знаю, мне завтра надо идти в поликлинику, выписывать Ирину, у меня совершенно не с кем оставить Артемия, мама моя приболела, я хотела ее позвать, она согласилась, потом звонит, говорит, я заболела тоже, но я не знаю, скорее всего она не приедет, потому что она тоже себя плохо чувствует. Насморк, горло, все дела, мне кажется, лучше эти поцелла не смешать, ну не знаю, скорее всего надену ему маску и просто схожу вместе с ним, потому что я не понимаю, как это сделать, еще по-другому. Ай, конечно, с двумя детьми это все время квест, когда кто-то из них болеет или когда они болеют по очереди, но он вообще сегодня под вечер, вообще как такой был, как огурчик. Вот, так что, дай бог, достаточно быстро выздоровеет. Вообще молодец на самом деле, конечно, если бы он ходил в детский сад, он бы снова у меня сидел дома, потому что в детский сад таких не берут, как он, потому что у него всегда насморк, вот с сентября по июню у него всегда постоянно из-за этих аденоидов насморк, что бы мы не делали. Но в школе нормально к этому относятся, потому что, ну да, ребенок посморкался, я не знаю, там пять раз за день, ничего страшного, вот так и ходит. Я такая же была, я еще хуже была, я проболела 6 месяцев учебного года в первом классе, 6 месяцев, я ходила в общей сложности 3 месяца, 6 месяцев я болела. Во втором классе намного лучше уже было, где-то 3 месяца проболела, остальное время ходила и так, ну, на уменьшение. Ну, я всегда много болела, где-то до 12 лет очень много, до 16 меньше, потом стало мало болеть. Если бы сейчас меня не обмазывали соплями с ног до головы, я бы болела не так много, болела бы редко. Вот, но тут просто, это просто невозможно удержаться, когда у тебя больной маленький ребенок, вот, ну, как Аришка, да, который сидит на рукав, когда болеет, тут просто неизбежно я уже смирилась и не парюсь. Ну, даже, когда заражаюсь от них, чаще всего уже не так сильно болею, потому что у меня иммунитет уже ко всем детским болельщикам, которые циркулируют в детских садах. Вот, так что такие вот дела. Короче, буду я закругляться и отправляться в кровать. Спать хочется. В 10 вечера глазки закрываются. Так что, ребятки, увидимся с вами завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok